Минская партийная подполье Великое Отечественное принесло Беларуси поистине колоссальные потери. В 1941-1944 годах именно территория БССР стала основным театром военных действий. Здесь погибло около миллиона бойцов, командиров, партизан и подпольщиков. Фашисты уничтожили около трех миллионов человек гражданского населения военной войны. Всего за годы сражений погиб каждый тридцать Беларусь. Было полностью разрушено более двухсот городов. Война сравнялась с землей 9 тысяч сельских населенных пунктов. Большинство из них было уничтожено фашистами с частью населения. А более шестисот деревень сожжены вместе со всеми жителями. Вот почему мы не устаем повторять, что идеи независимости, суверенитета и свободы для нашей страны были и остаются священными. Беларусы знают, что такое война. И сегодня стоят на защите мира и выступают против любых военных конфликтов, терроризма и насилия. Вооруженные силы республики имеют мирную доктрину, направленную только на защиту своего отечества и предупреждение любой агрессии. В рядах Красной Армии сражалось более миллиона двухсот тысяч белорусов. 309 солдат и офицеров за мужество и героизм были удостоены самого высокого звания. Героя Советского Союза. Родом из Белоруссии многие высшие советские военачальники, 217 белорусских генералов и адмиралов, стояли во главе соединения. Ветераны и герои войны были почти в каждой семье. И пока воспоминания о тех героических годах передаются из поколения в поколение, День Победы остается одним из главных праздников белорусского государства. Широкий размах Белоруссии получило партизанское движение, оно поистину стало всенародным. В то же время по другую сторону линии фронта в восточных районах Советского Союза на оборону работало примерно полтора миллиона эвакуированных жителей Беларуси. Герои! КОНЕЦ В шествии принимает участие почти 6 тысяч человек. По обе стороны проспекта независимости собралось в десятки больше людей. Здесь коллективы художественной самодеятельности. Это представители детских, молодежных, общественных организаций. Они приветствуют президента страны и ветеранов, вручают цветы. КОНЕЦ КОНЕЦ Сегодня, наслаждаясь красотой современного Минска, стоит вспомнить о том, какими разрушениями обернулась Великая Отечественная для белорусской столицы. Сколько воли и трудолюбия жителей понадобилось для того, чтобы возродить город из пепла. Уже в июне 41-го Минск бомбила германская авиация. За время трехлетней оккупации фашисты уничтожили больше 400 тысяч минчан. Сам город превратили в руины. Было разрушено 80% жилых домов, почти все заводы и фабрики, электростанции, научные учреждения, театры. В 1974 году Минск получил звание «Город-герой». В послевоенные годы белорусская столица была фактически заново построена, превратившись в один из главных центров Советского Союза. Центр машиностроения и высоких технологий с развитой культурой, здравоохранением, образованием, транспортом и наукой. С 1991 года Минск – столица независимого государства Республика Беларусь. Минск получил звание «Город-герой». В 2014 году нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. В границе страны вторглась самая мощная, не знавшая до этого поражений, армия гитлеровской Германии и ее сателлитов. Фашистские генералы отличались жестокостью и самоуверенностью, ведь на германскую военную машину работала вся покоренная Европа. Согласно плану ОСТ, 80% славянского населения подлежало уничтожению. Но одна из главных стратегий фашистского штаба провалилась. Нацисты рассчитывали расколоть население Советского Союза по национальному признаку. Как показала история, это не удалось. Все национальности самоотверженно защищали нашу общую огромную Родину. Уже в первых приграничных сражениях враг встретил сопротивление, которого не испытывал до того ни в одной из военных кампаний. Расчет немецкой армии на Блицкрик, скорую и легкую победу были разрушены от стенами Брестской крепости. Героический гарнизон почти месяц сдерживал наступление в сотню раз превосходящихся утративных. В 1965 году, в связи с 20-летием победы на фашистской Германии в Брестской крепости, было присвоено высокое звание «Крепость Герой». Несмотря на все попытки пересмотреть историю, нельзя забывать, что Вторая мировая была самым грандиозным военным столкновением в истории человечества. В ней участвовало 61 государство. Боевые действия велись на территории 40 стран. В вооруженной силе было мобилизовано 110 миллионов человек. Военные лишения охватили свыше 80% населения Земли. Погибло 55 миллионов человек. Но наибольшие потери понес Советский Союз. Население страны сократилось до 28 миллионов человек. Здесь и павшие на фронтах, и погибшие от голода и болезни советские граждане. Впереди над колонной возвышаются государственные флаги Республики Беларусь. Знамя Победы. Знамя, под которым шли в бой ветераны. Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик. За ними несут штандарты с номинованиями фронтов и боевые знамены гонских частей и партизанских отрядов. Замыкают шествия колонны девяти районов белорусской столицы. В каждой из них ветераны представители трудовых коллективов общественных организаций. Колонны районов следуют в алфавитном порядке. Первыми, соответственно, идут представители заводского района Минска. Это индустриальное сердце белорусской столицы. Шествие продолжает в Ленинский район столицы. Далее следует колонна Московского района Минска. На проспекте независимости Октябрьский район. Крупный промышленный, научный, культурный и транспортный центр белорусской столицы. Шествие продолжает в партизанский район Минска. Во главе колонны ветераны-труженики тыла Великой Отечественной войны. Рядом представители заслуженных трудовых коллективов, молодежь. Мы видим, как праздничное шествие приближается к своей кульминации, к центру белорусской столицы, площади Победы. Ну и также в праздничной колонне Первомайский район столицы. Здесь ветераны. Рядом с ними те, кто отстраивал пословоенный город, заслуженные работники современных предприятий. Также по проспекту шагают представители, пожалуй, самого молодежного района столицы, Советского. На его территории расположено пять высших и девять средних специальных учебных заведений, где обучаются более 48 тысяч студентов. За ними следует и крупнейший район столицы, Фрунзенский. Он назван в честь одного из членов первого состава Минского совета рабочих и солдатских депутатов. Первого начальника народной милиции города Минска Михаила Васильевича Фрунзе. В первых шеренгах ветераны Великой Отечественной и администрация района представители трудовых, творческих коллективов, военнослужащие. Это самый молодой из районов Минска и самый быстрорастущий. Ну и продолжает шествие центральный район. Минска почти треть населения пенсионеры, ветераны войны, труда. Поэтому вопросы социальной защиты, качественного медицинского обслуживания, пошелых людей среди главных. Им уделяется особое внимание. Но центральный район оправдывает свое название, как магнитом притягивая молодежь и гостей города. Минска. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»